Дикари угрожают Америке, а их интересы в Конгрессе защищают некоторые члены Демпартии. Йеменская группировка Ансрула и иракская группировка Сайд-эль-Шахада предупредили Америку, что они нападут на неё, если мы вмешаемся в дела в Палестины. Ирак и Йемен ознащены ракетами большой дальности, пишут хамасские СМИ. На третьи сутки войны в Израиле на Западе начали поднимать голову сторонники Палестины. Первые два дня они помалкивали на фоне больших потерь среди израильтян. Сейчас уже потери несут рядовые палестинцы, и общественное мнение меняется. Конгрессвумен Эльхан Амар, левая звезда Демпартии, требует прекращения бомбардировок сектора Газа и обвиняет Израиль в военных преступлениях. В Британии лейбористы, которые могут вскоре оказаться во власти, призывают Израиль соблюдать международное право и не прибегать к убийству мирных палестинцев. В Нью-Йорке консульство Израиля штурмуют левые активисты, требующие снять блокаду с сектора Газа. В Конгрессе же раздаются призывы ввести санкции, если Израиль устроит сухопутную операцию в секторе Газа и остановить американскую поддержку режима партеида. Евросоюз же сначала было хотел заморозить помощь Палестине, но тут же ее разморозил. В этом фоне сторонники Израиля еще сильнее озлобляются. Линдси Грэм называет Хамас животными и требует взрывать иранские НПЗ в ответ на убийство заложников. Ситуация осложняется тем, что в плену у Хамаса оказались больше дюжины американцев. Госсекретарь Блинкен спешно отменил ближневосточное турне и вытаскивать их не собирается. В последние годы в США растет доля сторонников палестинцев. Сейчас она достигла 31% в противовес 54% поддерживающих Израиль. Среди демократов большинство симпатизирует арабам, а не израильтянам. Раскол США будет только усиливаться, делая Израиль заложником культурных войн, нынче полыхающих в Америке. Субтитры создавал DimaTorzok